Гигантские улитки появились в нашем городе. Этот вид моллюсков широко распространен в странах с тропическим климатом. Содержать в домашних условиях гигантских улиток доступно сегодня как людям, профессионально интересующимся этими животными, так и любителям. Где можно встретить этих диковинных улиток в Славянске-на-Кубани и какая от них польза, вы узнаете из репортажа моих коллег. Гигантские улитки охотины абсолютно безопасны и даже съедобны. По всему миру они считаются деликатесами и из них готовят различные блюда. Кроме того, гигантских улиток используют в косметологии как средство для омоложения. Улитки охотины родом из жарких тропических стран. Они не переносят холод, а потому их очень легко держать в домашних условиях. В тирариуме станции юных натуралистов они живут почти год. За это время юнаты провели немало исследований и теперь знают почти всё об этих редких улитках. Владислава Барнаш занимается в кружке «Я познаю мир» почти пять лет. Она рассказала нашей съёмочной группе всё, что узнала об этих видах моллюсков. Охотины – это милые, нежные создания, которые не прихотливы в уходе. Едят они в основном всё. Это брюшноноги. У них брюхоноги. Панцирь достигает до 25 сантиметров. Тело до 30 сантиметров. То есть они очень большие. И также они тяжёлые. Если на ветке дерева, например, окажется пара-тройка этих улиток, то ветка вскоре не выдержит и обломится. Но, к счастью для деревьев, они предпочитают наземный образ жизни. В еде эти улитки непривередливы. В основном едят фрукты и овощи. Но, как показали исследования юных натуралистов, больше они предпочитают натуральные продукты. Те, которые выращены в огороде, а не те, которые куплены в магазине. Станция юных натуралистов – единственное место в городе, где можно увидеть такой редкий вид улиток. В январе этого года их было только две. А теперь количество охотинов увеличилось до 50. Вообще гигантские улитки-охотины, их очень много разновидностей. Бывают абсолютно белые альбиносы, бывают с разным рисунком, с разными пятнами. И есть такие фанаты по всей России сейчас, которые даже у себя питомники содержат с разными улитками. У нас в городе, по крайней мере, мы первые, пожалуй, где появились эти улитки, и нам удалось их размножить, развести. На заметку многим женщинам улитки-охотины широко используются в косметологии. В слизи, которую выделяют эти моллюски, содержатся коллаген и гиалуроновая кислота. Они способствуют омоложению. А ещё у этих улиток очень много зубов, которые напоминают тёрку. Поэтому во время такой косметической процедуры, помимо омоложения, можно получить ещё эффект пилинга и массажа. Такой вид моллюсков в станции юных натуралистов появился не случайно. Они приехали к нам из Воронежской области, из посёлка Терновка. Дело в том, что они были подарены директором Терновской школы. Ну, потому что это друг нашей семьи, и мы вместе учились в университете в педагогическом Воронеже. И когда он узнал, что я хочу таких улиток для наших юнатов привезти, я просто давно о них слышала, и мне очень интересно было. Во-первых, мало места занимают, во-вторых, в уходе очень такие неприхотливые. И какой прекрасный объект для исследования. И они были подарены таким образом. На станции есть ещё много необычных и редких животных. Мадагаскарская белочка, китайская черепаха, хонорик, а также декоративные кролики, попугаи, хомячки и морские свинки. Все они, безусловно, прижились и принимают участие в научной жизни юных натуралистов. У воспитанников станции впереди много интересных задумок по поводу исследовательской работы с гигантскими охотинами. Но всех секретов они не раскрывают. Тина Кабачевская, Георгий Калинин, программа «События». Все, я уже эту табличку снял. Ссылка.